Транспортные кладбища существуют по всему миру. Здесь доживает свой век техника, которая по тем или иным причинам не была утилизирована. Иногда свалки старых автомобилей, поездов и самолетов могут похвастаться своей интересной историей. В этой подборке мы расскажем о десяти самых больших кладбищах техники и о том, как они возникли. Кладбище поездов в Боливии уже давно стало местной достопримечательностью. Сюда возят туристов со всего мира. Железная дорога была построена более века назад, во времена процветания горнодобывающей промышленности. Но вскоре месторождения полезных ископаемых иссякли и дорогой перестали пользоваться. Многие поезда так и остались стоять под открытым небом. Сегодня ржавеющие паровозы выглядят очень необычно. В скором времени кладбище может превратиться в музей. Скопление старых брошенных автомобилей есть рядом с небольшой бельгийской деревней Шетильон. Эти машины когда-то принадлежали американским военным. После окончания Второй мировой войны солдаты вернулись на родину, а транспорт оставили в лесу, поскольку везти его в США было слишком дорого. В итоге более 500 машин оказались брошены недалеко от деревни Шетильон. Одни экземпляры со временем сгнили, другие растащили коллекционеры. Впрочем, то, что осталось, по-прежнему привлекает внимание к этому месту. Огромное кладбище кораблей находится в городе Нуадибу, что в Мавритании на западе Африки. Начиная с 80-х годов, туда начали свозить ненужные суда со всего мира. За скромную плату их оставляли, как есть в воде или на берегу, ведь полноценная утилизация стоит гораздо дороже. За десятилетия там скопилось около 500 единиц техники. К слову, Нуадибу город бедный, в некоторых заброшенных кораблях даже поселились люди. Время от времени ведутся разговоры об очистке прибрежной зоны, но конкретных действий не предпринимается. Множество советских военных автомобилей и бронетехники скопилось на окраине города Асмера, столице Эритреи. Этот музей под открытым небом образовался после войны за независимость страны от Эфиопии. Масштаб кладбища впечатляет, машины расставлены по маркам. Здесь можно найти УАЗ-буханку, списанные автобусы и зенитки, а также танки и бронетранспортеры. Встречаются даже экземпляры в отличном состоянии. За кладбищем техники присматривают люди, живущие прямо на нем, а местная ребятня считает это место лучшей площадкой для игр. В 1955 году британские железные дороги были национализированы. Замене подлежала значительная часть подвижного состава. Устаревшие паровозы и вагоны целиком продавали частным свалкам. Одной из таких стала свалка братьев Вудхем. В какой-то момент они решили сосредоточиться на утилизации вагонов, а паровозы складировать на заднем дворе. Скоро место стало популярным среди туристов. Благодаря братьям Вудхем было спасено 213 редких паровозов. Многие из них все еще работают в Великобритании. Афганская война закончилась в 1989 году. Танки, оставленные после выхода советских войск из страны, образовали целое кладбище заброшенной техники. Солдаты покидали Афганистан в спешке, поэтому думать о сгоревших и сломанных танках не приходилось. Боевые машины до сих пор гниют в горах. Военная техника, которая когда-то наводила ужас, сегодня развлекает местных детишек и служит напоминанием о давнем конфликте. Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла в 1986 году в украинском городе Припять. Из-за радиации 30 км вокруг ЧАЭС стали зоной отчуждения. Машины, которые участвовали в ликвидации аварии, получили высокую дозу облучения и были собраны в одном месте на вечную стоянку. Вполне рабочие танки, вертолеты и автомобили аккуратно составили в ряд в нескольких километрах от Чернобыля. На сегодняшний день от свалки почти ничего не осталось. Куда делась техника, неизвестно. По одной из версий она восстановлена и снова используется, по другой ее разобрали на запчасти и растащили. Огромная свалка старых автомобилей это Old Car City в американском штате Джорджия. Нынешний владелец земли унаследовал ее от отца, который в 40-х годах неплохо зарабатывал на разборке машин и продаже запчастей. Однажды отец решил спасать американские авто от исчезновения и начал скупать их сотнями. Сегодня это крупнейшая свалка ретроавтомобилей, куда организованы платные экскурсии. В коллекции насчитывается около 4 тысяч машин. История кладбища кораблей в Бангладеш началась в 1960 году, когда после шторма на берег вынесла одно из греческих судов. Снять смели его не удалось. Через пять лет судно выкупила местная компания и разобрала на металлолом благодаря дешевой рабочей силе. Современный Читагонг – крупнейший центр по утилизации кораблей. Более 200 единиц приходят сюда ежегодно, чтобы быть разобранными до последнего винтика. Ужасные условия труда и низкая оплата не отпугивают людей от такой работы. Пожалуй, самое дорогое кладбище техники расположено в американском штате Аризона. На площади 11 квадратных километров находится свыше 4 тысяч военных самолетов стоимостью 35 миллиардов долларов. Официально эта база ВВС Дэвис Монтон и весь авиапарк находится на консервации. Сухой климат пустыни позволяет лучше хранить воздушные суда, препятствуя появлению ржавчины. Самолеты четко разделяют на категории – исправные, на запчасти и на продажу. Территория тщательно охраняется от посторонних. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова